привет дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать какой тортик делала я для себя для своего ребеночка на годик украшение тортика конечно желает лучше потому что делала его уже очень очень быстро но середина она просто замечательно он безумно вкусный поэтому и тортик соответственно я назвала безумие я думаю что вам должна понравиться такая идея она просто превзошла все мои ожидания давайте посмотрим как я его делала я вам все подробно дальше расскажу для начала я испекла цитрусовый бисквит бисквит рецепт бисквита я давала уже ниже ссылочку на него я дам и в описании и здесь вы увидите так что не буду на этом останавливаться бисквит очень вкусный и уже сам по себе ароматный дальше я подготовила масло для песочных коржей масло комнатной температуры 200 грамм сливочного масла сливочное масло я слегка подтопила в микроволновке для того чтобы оно было более мягким и эластичным добавила сюда столовую ложку сахара но можно ее вообще не уложить в принципе ее там не нужно добавляю сразу сюда две столовые ложки сметаны и перемешиваю почему в это тесто можно не ложить масло под ой сахар потому что у нас сверху будет на нем без и она будет уже довольно сладкая будет довольно сладкий крем со сгущенкой поэтому она выровняет сладость и не нужно делать чересчур приторный тортик я приторные торты не люблю не важно зимой или нет это песочное тесто очень простое вы видели я добавила туда целое яйцо можно добавить два желтка но одна эластичность и более хрупкую текстуру теста это практически не повлияет вы можете делать по рецепту можете делать так как я перемешала я свое тесто добавив один стакан муки теперь добавляю второй стакан муки и опять перемешиваю хорошо для того чтобы у нас не образовалось большое количество комочков в принципе это тесто довольно эластичное поэтому комочки в нем и не должны образоваться последующие полстакана муки я буду уже домешивать на столе непосредственно вы видите тесто еще мягкая такой не совсем удобная для раскатки поэтому сюда обязательно нужно еще будет полстакана муки у вас может уйти чуть больше чуть меньше но в среднем где-то у меня вот так всегда уходит на такое песочное тесто вываливаю тесто на стол и уже буду его подмешивать руками можно его замешивать конечно в кухонной машине но мне больше нравится так быстрее и дело реально 3 минут вы видите тесто довольно мягкое пластичное практически не прилипает к столу это тесто я буду делить на 4 коржа но у меня будет небольшая форма у меня форма будет всего 20 на 20 если у вас форма будет диаметре 24 26 и я буду делать довольно высокий торт поэтому буду делать его как бы на на два раза повторяющиеся коржи а вы будете скорее всего делать если у вас будет тортик стандартный то вы будете делать его на один повтор то есть у вас будет всего два вот таких вот коржа вам нужно песочных поэтому вы делите всего на две части а я делю на четыре и отправляю минимум на полчаса в холодильник для того чтобы наше тесто стало плотнее и было намного удобнее с ним работать тем временем я как раз смогу взбить пизе для этих коржей я подсушила орешки в духовке даже можно сказать поджарила грамм 100 150 можно взять стакан можно взять больше сколько вам нравится сколько вы хотите использовать именно в этом тортике абсолютно по вкусу раскатала я свои коржи их удобнее всего катать уже сразу на месте выпечки то бишь я катала сразу на тефлономом коврике потому что они мягкие их сложно переносить взбиваю сахаром белки я использовала так как у меня четыре коржа я использовала на 4 белка где-то на полтора стакана сахара и плюс ванильный сахар то есть я не брала вот советуют на 4 белка брать 2 стакана я беру полтора всегда чуть меньше и получается вот такая вот плотная красивая безешная масса с орехами пахнет уже вкусно и ароматно делю визуально свое безе на 4 части и по каждой части выкладываю на коржи у меня будет 4 коржа соответственно 4 части безе выпекаю при температуре 180 градусов 10-15 минут чтобы у вас безе сверху подсохла и немножко подрумянилась вот она такой даже может немножечко трещинками покрыться вот оно должно подсохнуть и кто бы мог подумать я буду для крема использовать тыкву это был очень вкусный крем никто из моих родных не догадался что там внутри вообще была тыква и я больше скажу если бы кто-то узнал то половина гостей бы возможно даже и не пробовала этот торт а так все прекрасно скушали и хвалили и было все очень замечательно тыкву я почистила удалила семена поставила вариться также буду для этого крема использовать белый шоколад этот крем по вкусу очень напоминает пломбир просто прекрасно после того как тыква стала мягкая я ее проблендерила немножечко и она стала у меня однородной я буду использовать всего лишь 150-200 грамм тыквенного пюре и 100 грамм белого шоколада горячим тыквенным пюре я залила белый шоколад дала ему минутку постоять и теперь перемешаю для того чтобы мой белый шоколад разошелся в пюре он прекрасно вы видите расходится теперь я накрою пленочкой встык и отправлю остывать его на балкон либо в холодильник чтобы побыстрее остыла очень красивый яркий цвет он конечно не будет таким ярким самым тортики но можете мне поверить это очень вкусно тем временем я приготовлю желатин дам ему набухнуть 10 грамм желатина залью где-то граммами 50 водички комнатной температуры желательно кипяченый и даю желатину набухнуть отвешиваю сливки где-то мне на эту порцию нужно будет где-то 450-500 грамм сливок в него добавляю уже 100 грамм сахара и еще немножечко ванильного сахара мой желатин уже набух вот такой вот он стал рыхлый и уже хорошо остыла стала холодная моя масса она может быть немножечко более плотной в зависимости от вашего белого шоколада и от вашей тыквы от ее сочности в принципе здесь можно использовать манговое пюре то есть у меня была такая задумка начинаю взбивать сливки вначале на маленькой скорости с сахаром сразу добавила туда весь сахар дала ему немножечко постоять чтобы он начал расходиться в сливках и начала взбивать потом уже скорость я увеличиваю и дожидаюсь до того момента пока мои сливки не взобьются я уже это прекрасно вижу по своему комбайну как вот когда начинают отходить от стенок тогда уже пора добавлять пюре и начинаю по ложке вводить сюда тыквенное пюре тыквенно-шоколадное даже я бы сказала сразу масса становится такой красивой оранжевой мне прям очень нравится крем потом облизывали с венчиком прям очень вкусный и вот такая вот замечательная масса получилась растопила в микроволновке желатин не доводя его до кипения и теперь ввожу желатин в свой крем и еще минутку повзбиваю для того чтобы желатин у меня полностью соединился с моей массой вот такой вот красивый крем получился он очень густой очень красивый я бы даже сказала что это именно крем мусс так как в нем есть желатин следующий крем у меня будет масляный который будет между прослойкой и безе для того чтобы безе у нас не потаяло должен быть масляный крем взяла 200 грамм сливочного масла и в него уже буду добавлять сгущенку сгущенка у меня не вареная я немножечко подбиваю сливочное масло для того чтобы оно свою структуру нарушило сгущенку я покупала на развес поэтому она у меня вот так вот из мешочка и начинаю понемножку добавляя вводить свою сгущенку в комбайне это сделать немножечко проще но так как у меня комбайн был занят вторым кремом решила делать это миксером и здесь немножечко неудобно вводить постепенно но ничего страшного главное не бухнуть всю сгущенку сразу так как у нас может немножечко расслоиться масло а вводить постепенно тем самым мы делаем масляную эмульсию и ввожу сгущенку сгущенки у меня ушло где-то 350 грамм где-то 360 ну вот так вот у меня ушло на этот крем и безе в нем вообще не растаяло собственно все вот уже и готов мой второй крем он тоже получается довольно стабильный плотный как я люблю в принципе масляный крем он такой вот стоячий то есть никуда не двигается никуда не едет теперь поехали у нас сборка пропитываю коржи пропитываю коржи я в этот раз у меня здесь фруктовый ликер и вода плюс сахар я не делаю слишком приторную пропитку у меня здесь буквально на 200 грамм пропитки уходит где-то полторы-две столовые ложки сахара с горкой поэтому я не делаю как делают некоторые один к одному на 100 грамм сахара 100 грамм воды это я считаю бредовой идеей пропитала и снизу и сверху обязательно под низ ставлю небольшую капельку крема для того чтобы мой торт не ездил по подложке свой крем я визуально делю на 6 частей это тот который у меня с тыквой если у вас тортик в одинарной сборке то соответственно вы делите его на 3 раза и бисквит я этот разрезала у меня здесь был бисквит на 6 яиц я его разрезала на 3 высоких коржа но вам в принципе на 6 яиц хватит разрезать на 2 коржа если у вас будет большая форма здесь у меня будет прослочка из цитрусового кули как делать кули я рассказывала в предыдущем видео только там у меня было клубничное кули но разницы не имеет принцип работы один и тот же я делала тоненькие слои чтобы просто была такая именно цитрусовая нотка помимо моих коржей сверху на кули я выкладываю обратно свой тыквенный крем он реально на вкус очень похож на пломбир очень похож прям он пахнет белым шоколадом при вкусе тыквы абсолютно нет теперь буду свой песочный корж который у меня с безе выкладывать песочным коржом вниз для того чтобы мое безе не раскисало а уже наверх на безе буду выкладывать масляный крем я масляный крем визуально делю на две части у вас я так думаю это получится всего лишь на одну часть на одну прослойку вы видите тортик у меня как бы здесь небольшой просто он мне будет очень высокий он у меня будет где-то больше 20 сантиметров в высоту где-то вот так вот теперь после масляного крема выкладываю свой песочный корж с безе но уже безе вниз здесь принцип такой же как и в тортике крещатый я кто уже пробовал здесь вот это вот серединка то есть аналогия именно на этот тортик серединка такая же просто коржи я заменила и крема заменила сделала по-своему такой вкус который я хотела использовать у меня просто верхний ярус будет шоколадный с вишней поэтому хотелось мне нижний ярус сделать совершенно другой и новый такой как никто еще не пробовал а такой уж можете мне поверить никто не пробовал и обратно свой крем мусс и опять будет бисквитный корж который тоже не забываем пропитывать пропитываем здесь мы только эти коржи вот так вот у вас получится если вы будете делать тортик то есть в одинарной его сборки так как у меня уже две сборки я соответственно выкладываю опять свои слои из безе и точно также на них в обратном порядке выкладываю свой слой кули он видите очень тоненький он буквально пару миллиметров толщины у меня и перекрываю это все обратно бисквитным коржом то есть у меня двойная сборка тортика тортик нужно хорошо дать отстояться дать ему сесть потом поставить под пресс он хорошо сядет у вас где-то на треть практически он сядет поэтому дайте ему возможность есть если у вас тортик на заказ его нужно выравнивать дайте ему хорошо сесть я его начала выравнивать изначально картошкой мне вначале хотелось сделать более плавные края вы видите сверху а потом уже в процессе украшения мне так не понравилось и поэтому именно уже в процессе украшения мне пришлось вверха своего тортика выравнивать мастикой это не совсем получилось так как я этого хотела тем более что я спешила но немножечко мне удалось это сделать вы видите насколько плавные края и здесь сделала мне не получилось снять все как я украшала потому что очень торопилась была куча готовки еще помимо своего тортика я делала вот так вот нахлёст и в отдельными квадратами украшала для того чтобы не рвалась и нигде не было у меня никаких гармошек на мастике уже дальше я не видела смысла снимать просто у меня здесь была небольшая аппликация и полосочки из мастики по бокам верхний ярус у меня шоколадный с вишней самый простой тортик был безумно вкусный советую вам его попробовать я думаю вы останетесь довольны это очень вкусный сезонный торт я думаю на зиму подойдет бесподобно если вам понравился этот рецепт обязательно поставьте пальчик вверх с вами был кекс до новых встреч пока пока